Туркменистан – страна мраморных дворцов и золотых статуй, безумных законов и нищего населения. Попасть сюда практически невозможно. Выехать теперь тоже. Недавно президент Гурбан-Гулыберд и Мухаммедов своим высочайшим указом взял и запретил в стране коронавирус. Весь мир бьется над вакциной, а оказывается решить проблему проще простого – взять и запретить. Кроме того, президент ограничил выезд населения и обязал народ делать дорогостоящий анализ на новую заразу за свой счет. Глава этого государства вообще – мистер неожиданность. Спортсмен, рэмбо и поэт в одном лице. То на очередном заседании выхватит из-под стола золотую штангу и начнет ее выжимать на глазах изумленных министров. То решит провести встречу, сидя на лошади. То отправится поиграть в баскетбол на велосипеде. Гурбан-Гулы вообще нежно любят активный отдых в целом и велосипеды в частности. А еще больше любят показывать пример своим подчиненным. Военные впечатлены меткостью главнокомандующего. Аж по три дырки в мишени с одного выстрела. А теперь смотрим замедленный вариант этого же видео. Чудеса монтажа и высокопарные формулировки – главная фишка местных СМИ. Вот, например, сюжет про то, как дедушка Гурбан-Гулы поиграл с внуком. Уважаемый президент Гурбан-Гулы Берда-Мухамедов обменялся мнениями о современном искусстве и направлениями его развития со своим внуком Керимом. Как известно, уважаемый президент свое свободное время уделяет занятиям творчеством. Всем известно, что уважаемый президент еще подростком ходил в школьный музыкальный кружок, глубоко вникая в основы этого искусства. Творчество – вообще сильная сторона президента. В стране, наверное, нет человека, который бы не читал книгу, написанную Берды Мухамедовым. А пишет он много. Про собак и лошадей, про воду и чай, про внука и лекарственные растения Туркменистана. Всего на счету Гурбан-Гулы почти четыре десятка книг. Это не считая стихов и рэпа. Встать за диджейский пульт на новогоднем корпоративе – запросто. Из-за своей творческой натуры Гурбан-Гулы не раз становился объектом для шуток различных комиков. Завидуют, наверное. А ты обратил внимание, как все наставили, как дружно танцуют? А потому что правило в Туркменистане – кто не танцует, тот сидит. А если серьезно, то жить в Туркменистане весело, да не очень. Пока президент выигрывает 11 миллионов долларов в скачках, которые он организовал сам для себя, простые люди еле сводят концы с концами. Вот это, например, очередь за хлебом. Не больше одной булки в одни руки. Это монумент Аркадак в Ашхабаде – прижизненный памятник действующему президенту, покрытый 24-каратным золотом. А это очередь за яйцами в том же самом Ашхабаде. Люди приходят к рынку в 4 утра. В 6 начинается продажа. По 11 штук в руки. Главное – успеть попасть в число счастливчиков, которым хватит этого продукта. Аналогичная ситуация и с многими другими товарами. Экономические проблемы усугубляются самодурством правителя. Например, недавно президент перестал закрашивать седину. И запретил всем остальным это делать. В парикмахерских теперь просто нет такой услуги. А госучреждение обязано заменить старые портреты гурбангулы без седины на новые с сединой. За свой счет. Но это еще не все. В Туркменистане полицейские обязаны обследовать частные туалеты. На предмет осквернения лика президента. Ведь уровень жизни в стране такой, что туалетная бумага считается роскошью. С учетом того, что фотографии президента должны быть размещены на первых полосах газет и журналов, логично, что рано или поздно этот портрет начали бы использовать по прямому назначению. И когда это стало происходить, за это ввели отдельную статью. По данным европейских аналитиков, по уровню закрытости и диктатуры Туркменистан опережает лишь Северная Корея. В рейтинге политических прав и гражданских свобод от Freedom House у Туркменистана 0 баллов из 40 возможных. Здесь ущемляют верующих, а ради показухи стариков неделю принудительно гоняли на репетицию открытия мечети, дабы президент мог насладиться идеальной картинкой. Один из дедушек упал в обморок от усталости. Здесь отменяют субсидии и закручивают гайки. И только в Туркменистане на подобные новости могли отреагировать так. Впрочем, мы не считаем себя вправе осуждать жителей Туркменистана за такое поведение. Ведь местному культу личности уже несколько десятилетий. И другой жизни эти люди просто не знают. А как вы считаете, можно ли что-то изменить в данной ситуации? Пишите в комментариях.